всем привет этот ролик очень важной моей жизни можно сказать я по этой причине не записывал долгое время ролики также теперь моя жизнь делится до этого дня и этого ролика и после расскажу вкратце у меня по мрт грыжа 12 миллиметров и она выпала и висит это видно по снимку далее в ролике я приду в дорогую клинику в москве клиника называется ткачева епифанова т-мет там не сделают магниты и лазер и вот тут то все и начнется сегодня ходил на хиджаму потом она банки то есть там был комплекс из упражнений плюс они ставили иголки на фотографии вы видели которые вставил сейчас покажу что с моей спиной и далее после этих манипуляций все спина в таких синяках теперь надо восстанавливать подвижность позвоночника чтобы он не болел сейчас на обезболивающих и в скором времени запишусь на бассейн буду снимать видео с бассейна вам показывать как идет лечение спины да да как идет лечение все получится короче такая лошадь современное искусство вот он вход куда надо заходить да я в краски будет расставить и и и и и и в общем хочу показать как андрей будет заниматься и 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 хочу показать как андрей будет залазить машину вон дали корсетик он очень напоминает беременный который я сейчас одеваю он тоже на липучке и потом двумя там штучками будет эта нагрузка усиливаться там уменьшаться короче похоже очень о о их и и и с утра андрей ели залез это было великое испытание Ну что, ты как? Еще хорошо, что она большая Еще хорошо, что тебя обезболили Погнали Прикупили сейчас костылик Локтевой Потому что костылей обычных На рост там 3 они бывают Обычно до 180 Еще и нагрузка там до 100 кг У нас явно 130 Говорит так легче С ним Это сегодня второй день получается Лечение Укололи обезбол Дали таблетки Сейчас в обед выпить Вечером и завтра на утро И завтра еще поедем По-моему на 3 часа мы что ли записались Там вещи не забывайте что ли? Да, да Попробуем Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Ну, хотя бы можно ногу согнуть. Это уже прекрасно. С этого уколчика может кинуть жар. Ну, счастливо. Вам никого не пирать. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Грыжа стала перерастать к нерву. Скорее всего, когда расплавили ее лазером, поэтому боль была такая сильная, нестерпимая, и отказали ноги. Вставили мне имплант Кофлекс в позвоночник. Почти. 24. А 12 плюс 7? 12 плюс 7. Не спи. 20 плюс 8. А? 20 плюс 8. 28. 16 плюс 16. То есть... 20. Так, ну что, чувачки. Андрюшка. Сутки после операции. Да. В общем, расскажу вам, как это все было. Плохо стало мне, получается, пять дней назад спина стала сильно болеть. Пошел я до этих... до мануальщиков. Они меня там... Ну... Пономассировали мне спину. И это... Ну, там где грыжа, короче. Там воспалилась мышца. Ну, на этом... Эль-5, это подзамолик. Где этот... Ну, где этот... У меня в поясничном отделе. Поясничном отделе. Короче, мы там намяли они. Вроде должно было пройти. Ну, обычно, когда... Ну, там мышцы вот эти вот, триггеры убирают. Легче становится. В этот раз ничего не легче не стало. Потом я нашел клинику, где лечат... А до этого за две недели делал МРТ. Нам показала грыжа. Она-то прям аж вывалилась, эта грыжа. Угу. И как бульба висела. Такая большая. Двенадцать миллиметров. Двенадцать миллиметров. Вот потом, я думаю, надо как-то ее удалить, эту грыжу. Наверное, она как-то там на что-то давит. Нашел клинику этого Епифанова. Который в интернете на ютубе там... Ну, снимает много роликов, да. К нему приехал филиал у него по России. Там в Москве нашел филиал, ближайший дом. Приехал к ним туда. Это где этот... Технопарк там находится. Приехал к ним туда, показал врачу их лечащему. Этот снимок. А там прям видно, как грыжа вывалилась. И она говорит, видишь, это она большая, да. Типа... Типа... Уже другие врачи, хирурги показали, что она закрывала уже спиной мозг, да. Она находила там на канальце, да. И получила... У нас запись перерывалась. В общем, грыжа, получается, находила на канальце, на сам вот этот спиной мозг. Получается ли, где позвоночник. В общем, там передавливала все, что только можно и нельзя. Да. И потом они мне... Это врачиха говорит уже за фамилию там... Ляпина, по-моему, какая там фамилия не была. Говорит, ну мы тебя вылечим. Типа там все это ерунда. Это можно без операции сделать. Я такой еще удивился. Там такая вроде грыжа огромная, 12 миллиметров и без операции. Ну, короче, на меня назначил лазер. Потом магниты. Иголки. И уколы потом... Ну, какие-то уколы. Плазмы. Плазмы, чтобы взять с крови, потом опять вкалывать. Ну, такой, короче. Но кровь взять успели, но плазму не вкалывали. Прописали эти какие-то таблетки от эпилепсии вообще. Бред. Леча спину, он прописывает от эпилепсии. Но это уже когда они находили, а потом почитал. Глупость какая-то. Ну, в итоге они сделали первую эту процедуру. Поставили иголки. Поставили лазер. Там в сторис. Если хотите, можете посмотреть. Но если я не вставлю это видео, то в сторис. В закрепках. Там этот лазер. И после этого лазера стало хуже. Прям я встал. Стало что-то как-то не по себе. Доехал домой. Стало болеть еще сильнее. И в следующий день тоже. Кое-как приехал. На костылях. Вообще там хромая. Да. Уже обратно мы со второй процедуры домой приехали. До дома дошли. До аптеки дошли. Костыль купили. А до дома уже с костылем. Вечером получается Андрей уже даже не смог стоя поесть. Уже лежа кушал в кровати. И все. И началось самое интересное, что утром проснулся. Не мог встать. Встал. Встал на ноги. И тут же рухнул на кровать. Пал. Встал трястись от боли. Короче. Вообще целая эта лихорадка трясет и боль не проходит. Скорую вызвали. А бейсбол укололи. Она не сильно отпустила. Угу. Скорая не хотела забирать. Потому что чувствительность в ноги есть. Я же пальцы могу шевелить. Они говорят. Ты можешь шевелить пальцы? Ну вот и все. Типа. Значит забрать не можем. Я думал пипец блин. А я встать не могу. В итоге Катя потом поехала в этот. У нас есть коллега, который уже проходил подобную операцию. Ему вставляли имплант. Между позвонками тоже была грыжа. И он лечился в Одинцовской 123-й клинической больнице. Вот где мы собственно пока находимся. Угу. И вот из Москвы приехала в Одинцово со всеми анализами. И с главврачом уже обеседана. Как заведующее отделение получается на консультации. Договорили, что на следующий день с утра мы его госпитализируем. Сюда привозим. Он сдает все анализы и будем оперировать. Вставляет скорее всего тоже имплант. Это еще хорошо, что снимки были в МРТ. Если бы из неба, я даже не представляю. Не знаю. Как мы его ворочили тут. Мы в итоге сделали операцию. Еще не так как лежачего. Потому что он вообще даже сесть не мог. Не вообще даже намок повернуться. Нашли и с горем пополам. Третья только служба. Третья служба, которая согласилась перевозить лежачего. Учитывая вес и рост. В итоге там целое... Я как-то терпел до утра. Потому что обезболивающие не помогали. Уже часы просто минуты считал, чтобы дотерпеть, чтобы его... Потом они приехали около каким-то сильным. Там какой-то наркотой сильной. Я не знаю, что там вообще. И хотя бы смогли перевезти. Или термаловались. Там укололи меня. Чтобы я хоть не чувствовал боль. И потом мне на этих... На носилках... Машину загрузили. Они меня кое-как подняли. На носилке с кровати вообще... Это было целое по педам. Порвались у них лямки. Потому что вес у меня 130. А у них там что-нибудь там... Мужика и баба. Угу. Худая. То есть кое-как мы там подняли. И потом привезли сюда. Ну и здесь уже по анализам, по всем делам прошлись. В первый день практически все. На второй только там терапевт и оставался. И кто там наркоз колет. Ну да. И все. И третий получается день пребывания уже с утра прооперировали. Прооперировали, да. Прооперировали, да. Врач поставили какой-то там... Специальный фиксатор назвали. Сказали имплант. Не видят смысла ставить. Специальный фиксатор. Значит грыжу чистил и убирал. Зав. Отделением. У него 38 лет опыта работы. Вообще отличный врач. Просто душка. Вот. Сказал, зашел. Что все почистили. Все хорошо. От наркоза конечно Андрей отходил. Тут очень чудно. Видимо кольнули прям много на его вес и рост. Да. Само удивительно. Если бы вот. Все в интернете пишут. Там грыжу можно. Самим убрать. Там вылечить ее без операции. Ну видишь. Видимо у тебя такой серьезный наверное случай. Сказали. Что она как-то. То ли перерастать к тканям начала. То ли как-то так уже. Но она не свежая же была. Факт в том. Что врачи вот куда я ходил. Только. Деньги им сувал. Усугубили даже ситуацию. Да. Тоже эти врачи. Так они. Твари. Да. Если уже такие проблемы у вас. Уже сразу идти просто до нейрохирурга. Разговаривать и все. Чтобы. Чтобы. Если просто она была бы. Там хотя бы миллиметров пять. Пауза. Угу. Если бы грыжа хотя бы была миллиметров пять. Можно. Тут делать операции. Просто делать надрез. Два сантиметра. Вставляя туда этот эндоскоп. И там. Надрезают. И высасывают. И все. Проблема решена. То есть. Ну. Это как бы. Рецидив может быть. Но. Это проще. И дешевле. Нежели ходить до этих. Массажистов. Мануальщиков. Которые просто с вас. За каждый сеанс тянут деньги по пять пятьсот. Там. По шесть. Вы платите. И по факту. Ни херна ничего не выздоравливается. Никуда она не девается. Так же. Ну. В твоем случае сказали. Рецидива не будет. Все что могло вытечь. Уже вытекло. Поэтому. Ну. Ядро вышло. Зафиксировали. В общем-то. Фиксаторами. Специальными. Чтобы не было сильной. Амортизации. Между позвонками. И. Собственно. Все. Вот. Вчера уже. Еще долго. Матаркоза не отошел. Но. Пришел зав. Отделением. Поднял на ноги. Андрей. И. Мне кажется. В этот момент. Наркоз. Тебя быстрее. Стал отпускать. Глаза резко. Стали шире. Одели. Специальный. Вот. Такой корсет. Еще. Ну. В сидячем состоянии. Получается. На бок. Андрей. Перевернулся. Сел. И. Врач. Объяснил. Это тем. Что. Страх. Просто. В голове. Боли. Которая была. Уже нету. Вот. И. Вчера. Вставал. Когда. Приходил. Лечащий. Врач. Да. Сегодня. Один разочек. С утра. И. Сделал. Пару шагов. И. Еще. Лечащий. Врач. Придет. Будет делать. Перевязку. На спине. Ставили. Сегодня. Вот. Укол. Только. Что. В живот. Вот. Разжижает. Для. Разжижения. Крови. Примерно. Как я себе. В беременной. Животе. Сейчас. Вставили капельницу. И. Катетер. Видимо. Там. Надломился. Или. Что. Не туда. Пошло. Короче. Вот. Перевязали. Катетер. Убрали. И. Капельницу. Повторно. Вставили. Попробуем. Снять. Ну. Тебе. Тогда. Придется. Без моей. Помощи. Подниматься. Дома. Как раз. Привезли. Сейчас. Мама. Звонила. Комод. Пеленальный. Комодик. Мы. уже готовимся к рождению малыша нашего. Угу. Ну. Что ж. Давай будем пробовать. Угу. 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 Правда сейчас кривовато одет. Но это он лежа одевал. Сейчас врач заходил. Показал. Что там за динамический фиксатор поставил. Угу. 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 Смотри. Ты уже минут пять как минимум на ногах. Даже если не больше. Угу. 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 По ощущениям больно еще. Уж вытянут. Без корсета не мог быть. Все равно еще кидает от наркоза. Хоть уже прошло. Сутки. Все равно еще. Ну как слабая. На ногах вообще-то эта мышца не работает. кто это. Лепарилой стороне идет. По беду. Вообще не чувствую. Конечно. Красиво там знатно себя перетянул. Но если так легче. То пожалуйста. Да. Сейчас надо переставить его. Я же преворачивался. Угу. Ну что ж. Поздравляю. Рэмбу блять. Ты в лежачем состоянии находился четко пластом. Шесть дней. Спустя шесть дней вот ты хотя бы смог встать на ноги. Шаги сделать. Ну. Что. Надо ходить. Расхаживаться. Вот сто лет уже сходил. Самостоятельно. Ну. По большому не вариант. Ну я думаю что. Тоже сесть. Не знаю как садиться. Я думаю что пару дней ты еще это оклемаешься. Нет. Два-три точно. Там еще и наклоняться. А? Ну что же наклоняться здесь. Ничего страшного. Ну разберемся. Что я могу сказать. Отличные тут врачи хотя бы. Все оперативно сделали. Сделали хорошо. Теперь вот еще постановиться. Чтобы инвалидом не быть. Восстановишься. Есть здесь тоже. Этот. Центр. Реабилитации. В Одинцово. По полюсу можно. Или. Платно. Попробуем сделать по полюсу. А тут еще. Видишь. Надо ходить. Чтобы эта. Кровь. Начала ходить по ноге. Блин. А могу тебе так от лекарств высыпать. Интересно. От этих всех. Может быть. Тут пипец конечно спина. Немножко пощипет. У меня боли нет. Ну такая неприятная. Чуть-чуть подавлю. Тебе. У нас будет. У меня уже. У меня. Снова. Снова. Продолжение следует... 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 этого выкручу в таком состоянии постоянно со спины будет как этот синдром широкой спины у тебя и так крылья то не маленькие по идее доходил сегодня с утра до конца коридора но чувствительностью все равно не чувствует особо да и не чувствую левую делать седалишь нервы жопы за пятки там ничего не чувствую и получается пальцы тоже не чувствую пятку не чувствую только большой пальцы вот когда два раза туда обратно прохожу начинает уже кровь поступать по ноге тепло расходится уже прям что-то как-то там чувствуется что-то а так вот ну она придет чувствовать уже был пережатый нерв выходить все это восстанавливать реабилитацию проходить ну хотя бы ты уже ходишь привезли эти вообще страшном состоянии лежачим пластом на скорой для перевозки лежачих больных потому что даже на бок не мог повернуться буду снимать реабилитацию восстановление ну вдруг кому полезно будет это получается красногорское шоссе дом 15 город одинцово 123 клиническая больница тут и отличные врачи как раз которые специализируются на вот таких грыжах позвоночных таких заболеваниях с прекрасным большим опытом работы вообще здесь супер какой-то персонал мега вежливый прям все такие лапочки заечки вот а потом мы хотели в бурденка там вообще сказали от 600 там и смотря что это было но пока на данный момент неполной информации обладаем но как минимум кого-то было точно на операцию ну что 12 мая приехали мы домой с возвращением в корсете доехал вызвали мы вот это ты себе перетягиваешь кто тебе написал документах проверить сердце ну вот бизнес-класс мы вызвали в этот приехал mercedes разложили сиденья и вот это передние до переднести не этом аккуратно лег вышла на дом это где 500 или 600 что-то да это очень прям классно но ехали из одинцова в москву примерно район но ближе к царицына берлево какой-то там то что у нас мягенько на кочках все хорошо а то мы переживали за все-таки позвоночник очень круто вот тебе надо делать перевязки дали там рекомендации как делать перевязку вот сегодня сегодня же сделали надо будет через день он сказал делать то есть после завтра надо пластырь зайти купить в аптеке он отдал какой и все и потом на четвертой неделе снимут швы на шестой неделе нужно будет сделать повторный мрт и потом опять прийти к ним они уже посмотрят там дадут или направление или скажут какую-то реабилитацию проходить потому что ноги сразу идут на реабилитацию это неправильно потому что еще не заживу понимаешь у всех же по-разному и разные в разных местах по-разному заживает ну видимо и кто-то сам приходит на своих ногах а тебя он на каталке только прикатили вот короче и написали в рекомендациях что после шестой недели пройти реабилитацию а потом уже на третьем в 3 на третьем месяце надо пройти санаторно-курортное лечение то есть отправим тебя в Кумагорку куда-то в Кисловозск на Кавказ лечиться санаторий ненадолго ну вот такие дела в общем я потом напишу список даже не список а правильно сформулирую как это вообще в принципе все проходило как ну если кому-то такие будут проблемы чтобы сразу знали что делать кота за яйца сразу чтобы пришли до врача и там есть на я только не снимала в каком-то было лежачем состоянии как выл от боли ну да я даже и не подумала бы в общем потом это все сниму отдельно видео выложу будет интересно посмотреть на чем взвесишься посмотришь насколько там на больничной пище ну что одеваем корсетик идем так очень сложно вставать потому что короче это проблема она как-то нормально если она какой-то мягкая потому что там жесткий это мягкий ну что как идешь снимать конечно сейчас будет распаковка сельвян вкусностей смотрю что вам привезли найдешь первое это сок этого кедровое молоко попробуем с кедровых шишечек да и сама натуральная я взял одну на пробу если понравится будем брать кстати очень дорогу чек-чек бомбарка в общем потом грибы ну я сказал это что мухомора нет нет не отравитесь не указано что за грибы это белый гриф потом асала но это типа сало которое по каким-то там старым этим не знаете будет противно и и на сковородке пожарим это иван-чай да иван-чай это можно купить я вот хочу пробовать это очень полезно это стояги его собрали я не буду пить красноярский край да и себе собрал собрал я хотела облепить их там не было на облепить вот она это мумио покажки а летучих мышей вот такого мумио да алтайское мумио да чуть-чуть его пробовать ну читал что он там от всех болезней республикалка но с чего делать я не дошел до этого а продавцы мне не сказали они ухмылюлись мне что только правду родные сказали с чего это сделано вот кстати морожка это варенье с морожки ой настойка была из морожки вкусная да это вот где макарчин живет на вот они вот там собирают морожку вот это очень вкусная штука вообще в москве на кое не найдешь вот у них я нашел на сайте омега 3 для взрослых и детей на я попробую это из этого из камчатского лося это из медведя тоже паштет паштет из медведя ну все сказали не отравитесь все из дички идет это икра щуки сколько она кстати дошла 1700 а ну и так и покупали где-то 1650 по-моему по граммам не знаю сколько но здесь 1400 мне кажется мы такую и брали в этом в коллабусе мы покупали последний раз муксун это вкусно что-то их северная рыбка вот это строганину из муксуна ели а вот он да куда то тоже прикольная вещь это то есть это берется рыба они режут режут пластами потом это все засаливать и сразу кладут в такие эти пластмарки коробки я сейчас спросил как вы это мне привезете я думал это просто какой-то там как в блюде в каком-то хрен знает ну прикольно в это же по скидке покупал пак это это чукурдах баллы так что это это омуль а это рябушка там еще есть кита и нарезка чисто филе молос так что это нарезка из киты а это не написано тоже какая-то рыба самая интересная сумма одного пакетика это общее сумма одинаковая значит это за все получается сумма сейчас попробуем распаковочку и дали ему столик специально для компьютера сейчас его мама будет собирать мне помогать ничего страшно он упакован в такую пленку вот такая вот инструкция как им пользоваться на одном листике ссылку на зоны это на зоне покупал прикреплю под видео если кому нужно будет можете купить очень таки добротная вещь хорошая удобная причем вот у меня после операции надо работать а как работает вот только на кран на кровати за компьютером и вот такой вот столик что можно было компьютер поставить и еще мне не придет такой же столик я его потом еще сниму видео сейчас покажу как это будет пользоваться надо лечь вот так чтобы высоко не было можно ниже чуть-чуть поставить регулируется так надо выше поднять для чего мы это делаем чтобы можно было это наклонить по бокам кнопки нажимаем и вот так вот наклоняем еще вот она зафиксировалась все единственно что здесь то 100 пара они нет не фиксируется он то есть я не думал что он упадет все и вот так вот можно работать только под голову на подушку подушек накидайте все и можно так работать спокойно себе за компьютером так ну вот получается поставил ноутбук получается помещается как раз ноутбук март про ноутбук и мышка помещается чуть-чуть только свисает этот коврик ерунда все под рукой можно работать то есть все удобно на самом деле даже после операции можно вполне работать вполне рабочее место можно даже чуть-чуть пониже и потом приблизить к шоу а ты на что-то приблизить ближе можете даже чуть-чуть подойти на каждом сам шовчик в общем делаем перевязку в домашних условиях первый раз ну и скажи как часто ее делать ну тебе сказали конкретно в своем случае делать ее через день по идее до тебя они тоже там где-то через день делали ну кроме майских ну получается 14 на 14 дней снимают швы на 14 день пошли операции здрасте я в больнице уже видела такой получается пластырь по размеру но он примерно должен быть как вот этот же на один в один все хорошо только не быстро снимать не медленно так андрей зацепится веревочка и все развяжется ничего что я на тебя тут все поскладываю готовченко там волосинки до твои быстро буду откровенно мне не сильно симпатичных я смысле зашили то хорошо ровненько как же я одобряю что там страшно что-то да не сейчас катя подавит посмотрит как они там придавливать такой же был шоу когда не снимать надо а единственно щипет нет ну ты прям сильно можно полить так оно нормально это а сейчас катя просто сейчас обработать потом еще раз другое войдет да ну вот здесь как будто чуть-чуть она сокровица была видимо да или как ну шов там это они с обеих сторон просто его они хоть веревку оставили да у тебя здесь стерильные салфетки на тебе лежат пожалуйста не шевелись сейчас еще другой протру ну не больно боли нету мне слегка не по себе от вида шва просто я очень впечатлительный человек так близко аж нормально что большой шов по сантиметрам ну минимум пять пять шесть я думаю вот так можно даже чуть подальше фокусировку лучше будет ловить не так близко как интересно так угадали четко ну конечно на посланинку давайте для впечатлительных чуть-чуть подальше будем снимать на таких как я у меня аж ребенок забрыкался потом на видео будешь смотреть ну что там вообще грязь скатывается ну может просто осукравица выступала я поэтому ее и вытираю так то вроде покажу тебе потом твои ватки все так ну все вскрываем тогда клеим я приближу чтоб он посмотрел если вот там да там на двойку можно знать надо приблизиться вот этим пока больше вот это я не пойму что это интереса нет тут еще волосочки растут поэтому раньше помню тут перекисю что-то еще что-то как делают это вы клеите? да подожди надо же я еще не понимаю как какая снимается с какой начать тоже не сильно понятно так вот так значит примерно это вот так делаем угу 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 вот так угу это я рядышком просто пластырь приглаживаю на самую ранку не трогаю ни этот ни шовчик ничего хотя врач тоже так же проглаживал это я прям помню я туда внимательно смотрела все 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 так ну и что всем здравствуйте пришла нам рыба из Астрахани заказали до Москвы пришла за три дня то есть там его приготовили я оплатил и ровно через три дня уже пришла она так вот такой она упаковки приходит где ее срезать? ну да прям решу я все по шву я прям упакованная такая хорошо прям там нам должны были положить рыбу и паштет из осетрины паштет из осетрины кстати недорогой я вам сейчас покажу цену так ну вот мы ее открыли она вот так вот упакованная так а паштета паштет она там наверное внутри наверное подавки положили там ну давай открывай упакованная конечно ядрена знатно прям тут еще и магнитик положили синеморцева о паштет тоже положили такие маленькие баночки я думаю побольше не будет ледико ледико холодная? угу хорошо когда пятигорс приходила такая не блоковая ну вот она вкусная антина пахнет-то хоть пахнет пахнет угу сейчас будет отмораживаться сегодня мы заточим ну и вот паштет паштет первый раз только буду пробовать это паштет из осетра с овощами как мне сказали это паштет из хрящей попробуем сегодня вкусно нет потом напишем вам ну а там еще какие-то были эти какие-то там подарки какие-то были что там было нет самой упаковки какие-то штучки вот это вот замотанное что это такое размотаешь картинка какая-то астрахань рыбную промысел чинка не вода чинка не вода спасибо что вы с нами прикольно заморочились открытку положили молодцы а это пакет что ли просто это пакет это пакет даме это когда рыбу это заворачивать не надо а ну наверное когда уже размотать да чтобы не в пленке ее угу ну вот такие вот дела сейчас повесим у нас по-моему у меня да вот пятигорские пятигорские разговор магнитик у нас сюда не приходили девушка магнитовом а а пакет из-за сетра стоит 480 рублей это прям недорого ну и сама рыба вышла тоже доступная цена потому что в Москве она стоила бы дороже на процентов 30 40 пакет